Доброе утро! Рада вас приветствовать на нашем новом вебинаре. И для тех, кто только присоединился и изучает эту дуа, я напомню, что мы с вами изучаем каждый урок на один дуа. И каждый дуа содержит в себе самые наиважнейшие слова, которые следует заучить и применять их в жизни. Эти дуа являются важными в нашей жизни в соответствии с нашими положениями. Ведь все эти дуа являются частью Кур'ана, как аяты. И эти же аяты мы с вами будем применять как дуа. И также мы их рассмотрим со стороны толкований. Рассмотрим перевод каждого слова, что означает каждое слово в тавсире, в переводе. А также, да, Аллах по милости, Аллаха их заучим. Будем их повторять несколько раз. Обычно я повторяю их трижды. Но даже если вам потребуется больше повтора, у вас есть запись всегда, которая скидывается постоянно. Вы можете ставить на повтор и повторять их для заучивания. Эти дуа короткие. И наши вебинары колеблются около 15 минут. Иногда бывает больше в соответствии с дуа и содержанием. Иногда чуть короче. Эти дуа обязательно пригодятся в жизни. Вот эти 30 дуа постепенно мы будем заучивать потихоньку. И у нас сегодня по счёту шестой дуа. Я надеюсь, что все пять дуа, которые были до этого, вы заучили. Обязательно запишите в себе в тетрадях, в блокнотах. И также выписывайте обязательно имена Аллаха. И дай Аллах заучите. Сегодняшняя дуа, которая говорится тогда, когда у человека постигается трудность. Когда у человека постигает трудность. Обязательно. И это 147 аят Суры Али-Имран. Семейство Имрана. Там говорится как То есть по переводу здесь Господь наш. Прости нам наши грехи. Прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле. Утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими. На самом деле этот аят, смотрите, какое значение имеет. Очень глубокое содержание имеет. Абу Адзель, толкуя эти аяты, сказал, когда постигала трудность, то есть когда человека постигала трудность, речу их было только то, что они сказали, моля Аллаха, «О Господь наш, прости нам наши грехи и чрезмерность в нашем деле, в деле веры. И укрепи наши стопы, чтобы мы не впали в бегство перед нашими врагами. И помоги нам в победе против людей неверно». На самом деле, смотрите, по толкованию здесь содержится много чего. Это значит, что наша дуа и наши действия в прямом смысле взаимосвязаны с тем, что у нас происходит. То есть если нас постигла трудность, то значит мы впали в грехах. Либо Аллах нас испытывает, а чаще нас Аллах испытывает, испытывает трудностями, а неверующих наказывает. То есть каждая трудность, которая нас постигает, мы должны понимать, что это испытание, потому что мы веруем в Аллаха. И Аллах, желая нам благо, испытывает нашими же действиями, на которые мы способны и которые мы сможем выдержать. Человек по-разному выдерживает испытания. И когда нас постигает трудность, мы должны у Аллаха попросить сперва прощение о том, чтобы он нас простил, простил наши грехи, а затем простил нашу чрезмерность. Исраф. Здесь, как мы видим, на арабском приходит слово Исраф. То есть наш Исраф. Может, мы действительно излишествовали в чём-то. Особенно в этой дуне. Пусть это будет еда, пусть это будет одежда, пусть это будут другие наши какие-то прихоти. Укрепить нас, наши стопы в нашей религии. Это тоже очень важный дуа. Когда нас постигает трудность, мы должны остерегаться того, чтобы выйти из этой религии. Это очень важно. Именно тогда, когда постигает трудность, запастись терпением, запастись иманом и максимально, максимально терпеть и вынести это испытание. А часто мы знаем, что некоторые не выдерживают и выходят из лона Исламу. Поэтому Аллаха просим укрепить наши стопы и помочь нам одержать победу над кафирами, над неверующими. Особенно эта дуа актуален и сейчас. Как раз у нас происходит война между неверующими и верующими. И нужно побольше этот дуа просить, чтобы Аллах даровал нам победу над неверующими. Осаде, толкуя этот аят, говорит, они не произносили ничего, кроме слов «Господь наш, прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле, утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими». В самые трудные минуты они молили своего Господа оказать им поддержку, простить им грехи и не наказывать их за излишества. То есть под излишеством Исрав подразумевается преступление закона и совершение запрещенного поступка. Они понимали, что грехи и преступления самые опасные факторы, лишающие человека Божьей поддержки. Они также понимали, что избавление от грехов и преступлений – это залог победы, и поэтому они просили своего Господа одарить их прощением. Они ничего не говорили о приложенных ими усилиях и проявленном терпении. Они полагались на Аллаха, просили Его утвердить их стопы и оказать им поддержку тогда, когда им придётся лицом к лицу столкнуться с неверующими противниками. С неверующими противниками. Они объединили в себе сразу несколько прекрасных качеств. То есть проявили терпение, удержались от негодования, принесли покаяние, попросили о прощении и попросили Аллаха поддержать их. И нет ничего удивительного в том, что Он одарил их победой и закрепил за ними окончательный успех как в этом мире, так и в последней жизни. Дорогие сёстры, напомню вам все дуа, которые мы с вами заучили до этого урока. Самая первая дуа была из суратул Ба'кара, 127 аят. «РАББАНА ТАКАББАЛ МИННА ИННА КАЭНТА ССАМИЮ АЛЬАЛИМ» О Господь наш, прими от нас. Воистину Ты слышащий, знающий. Вот эти имена Аллаха АССАМИЮ АЛЬАЛИМ нужно выписать и обязательно заучить. И когда вы просите дуа Аллаха свои дуа, с которыми вы прибегаете к Аллаху, тоже добавляете эти дуа. Допустим, «О Аллах, даруй мне благо в этом мире», или «Защити моих детей», или «Защити меня от зла всего того, что меня окружает». «Я самия», «Я АЛЬМ». Можно обращаться. «О САМИА», «О АЛЬМ», то есть «О Слышащий», «О Знающий». Или «Я АЛЬМ, О Знающий». «Ты же знаешь, что для меня лучше». «Даруй же мне это», когда у нас, например, разняются какие-то взгляды на какое-то дело. И когда мы занимаемся какими-то уроками, урок Тасхиха, урок Таджуида, урок Фиха, Тафсира, арабского языка, мы просим Аллаха, «Раббана, такаббаль минна». «О Аллах, прими от нас». Можно применять в любом деле, когда мы просим Аллаха принять это. Или вы сделали другое любое благое дело, вы просите у Аллаха принять это. Второй дуа, который можно произносить в состоянии Ташахут, когда вы сидите в «Ат-тахиату лилляхи, вас салавату, вас салавату, вас салават, когда вы читаете дуа в намазе, сидя в самом конце, мы сперва читаем Ташахут Аллаху, затем салават пророка, а в-третьих, мы просим за себя дуа. И там можно применить вот это второе дуа. Чтобы Аллах нас одарил благом и добром в этом мире и благом в последней жизни и защитить нас от мучений в огне. А также, когда мы ошиблись и позабыли покаяться, мы просим у Аллаха «Раббана ла туаахизна инна сина ау ахта'на». А затем вот это сурат Аль-Баqara 286 аят мы разбили на две части. Мы с вами в третьем уроке сразу взяли и четвёртый дуа. В продолжение этого было что? Обратите внимание, здесь тоже у нас было слово, чтобы Аллах даровал нам одержать победу вверх над неверующими людьми, каферами. И здесь четвёртый дуа в принципе совпадает с шестым дуа, когда мы в конце просим опять же победу над людьми неверующими. Как раз таки этот дуа всегда был актуален и сейчас в особенности актуален, поэтому обязательно их заучите. И самый предпоследний дуа, пятый у нас на прошлом уроке был «Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону, после того, как ты наставил нас на прямой путь». Субханаллах! Какие прекрасные дуа! Аллах нас наставил на прямой путь, но нет гарантии, что мы можем сбиться с прямого пути. Иман может уменьшаться, иман может возвышаться. То есть иман — это вера. А вера в себе содержит шесть толпов. И вера в Аллаха, и вера в пророков, и вера в священные книги, вера в ангелы, и вера в судный день, а также вера в предопределение с его добром и злом. И здесь очень важный есть аспект. Вот что мне удалось найти. Что вера в предопределение с его добром и злом означает, что мы должны благодарить Аллаха за всё, даже если у нас предопределение злое. Не сказано, что если у тебя доброе предопределение, верь в Аллаха, а если злое предопределение отворачивается. Такого нету. Аль-хамду лилля. Злое предопределение, значит, оно от Аллаха. Мы должны максимально проявлять терпение и поклоняться ему одному и не ставить сотоварищи. И после того, как мы приняли ислам, и после того, как мы идём по прямому пути, обязательно должны вот этот пятый дуа постоянно спрашивать, чтобы Аллах не уклонял наши сердца в сторону после того, как он наставил нас на прямой путь. Здесь тоже идёт его имя. Аль-Уахаб. Аль-Уахаб дарующий. Аллах дарующий. Аллах всё нам дарует. Все, чем мы сейчас дышим, все, чем мы сейчас живём, всё Аллах даровал. Аллах-Уахаб. И сегодняшняя дуа рассмотрим со стороны перевода. Ва ма кяна кауляхум. То есть, ва ма и не было кяна кауляхум речу их, илля, кроме как, анкалю, что говорили они. То есть, начинается именно с таких слов, этот аят. И наш дуа именно начинается со слов Раббана-Гуфир ляна. Раббана-Гуфир ляна. Господь наш во внушенном числе. Здесь у нас идёт правило Гамза-Туль-Васль. Помните, присоединение, оно не читается. Мы не читаем Раббана-Иггфир. Здесь уже кястра не читается. Раббана-Гуфир. Важно сразу перейти на Гайн. Раббана-Гуфир ляна. Прости нам. Зунубана-Гуфир ляна. Наши грехи. Исрафана-Гуфир ляна. И чрезмерность нашу. Исраф. Излишество. Фи-эмрина. То есть, в нашем деле. Ва-саббит-Гуфир ляна. Укрепи. Саббит-Гуфир ляна. Это когда укреплённые, утверждённые. Ак-дамана-Гуфир ляна. Наши стопы. Ва-нсурна-Гуфир ляна. И помоги нам в победе. Аля-ль-кауми-ль-кафирин. Над неверующими людьми. Каум – это люди. Каум. Неверующий кафирин. Аля – предлог над. Над людьми неверующими. Давайте я повторю несколько раз. И вы обязательно за мной повторите. Раббана-Гуфир ляна. Гунубана. Ва-исрафана. Фи-эмрина. Ва-нсурна. 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 Аля-ль-кауми-ль-каафирин. И ещё раз. Раббана-Гуфир ляна. Когда берете вдох, дорогие сестры, чтобы дыхание хватило до конца аята, обязательно живот вытягивайте наружу. Это тоже один из принципов правильного чтения Тасхиха, когда вы читаете обычно аят из Корана. Потому что важно не делать остановку в прочтении, важно на одном дыхании прочесть. Но даже если вы берете вдох и вдруг у вас до конца этого аята не хватает, то вы можете где-то сделать остановку. Например, фиамрина повторить и продолжить. Аль-Хамду лилля, дорогие сестры, 147 аят 3 суры Али-Имран. Из Али-Имран мы с вами взяли уже второй дуа, первый я уже рассказала на прошлом уроке. И у нас еще будет один дуа из этой же суры. Есть ли у вас, дорогие сестры, вопросы? Если есть вопросы, вы можете даже включать микрофончик и спрашивать. Или писать в чате. Вопросы или какие-нибудь обращения, или совет, или наставления, обратную связь. Насколько это все вам запомнилось. Заучили ли вы эти дуа, приносят ли пользу, применяете ли вы их на практике. Иншаллах, вы можете это все написать в комментариях тоже, под видео, которое скидывается в записи. Без ниля эти уроки также вы можете просмотреть в Ютубе. Пусть Аллах спонталя дарует нам пользу от этих дуа, дай Аллах их заучить и применять их на практике. Субтитры создавал DimaTorzok